Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать на мой канал. Канал, на котором мы каждый день говорим о криптовалюте. Поэтому, если тебе это интересно, подписывайся, если еще не подписан. Без лишних предисловий, пройдемся по рынку, некоторым новостям, криптовалютам, а закончим очень интересной темой, связанной с Ripple XRP, эфиром и новым председателем SEC. Рынок сегодня выглядит отлично, биткоин отскочил от 47 тысяч долларов, эфириум снова ползет обратно к историческому пику, кардана и XRP держатся выше доллара. На самом деле сумасшедшая волатильность, честно признаться. Из рынка за короткое время вывели полтриллиона долларов и теперь за сутки добавили около 250 миллиардов. Uniswap скоро выпустит Uniswap версия 3.0, на этом он вырос с 30 долларов почти до 37 за сутки. Solana за неделю добавила 50% стоимости. Многие люди предполагают, что она будет скоро в топ-10 на CoinMarketCap в качестве конкурента для эфира. Известный криптодеятель CoinBureau пишет, что Solana приобретает свою популярность благодаря тому, что люди ищут альтернативу дорогим комиссиям в сети эфира. AltcoinPsycho добавляет к этому. Думаю, мы увидим множество проектов из экосистемы Solana, которые превзойдут весь остальной рынок. Я должен предупредить о двух вещах сразу. Первое. Очень много конкурентов у эфириума. Ada, Dot, Solana, Atom и Gold и так далее. Когда эфириум сможет решить вопрос с масштабируемостью и комиссионными, может случиться так, что не все из этих проектов смогут хорошо себя чувствовать и дальше. И второе. Касаемо Solana. Около 90% всего предложения Solana удерживается лишь определенной группой людей, что совершенно не есть хорошим сигналом, как для меня. Однако, по аналогии с Cardano, лично я думаю, что у Solana есть потенциал вырасти до 40 миллиардов рыночной капитализации. Сейчас она составляет 12,5 миллиардов. Сегодня же особенно меня радует PancakeSwap, который я совсем недавно еще раз купил по 25 долларов за токен. Сейчас он достиг нового исторического пика почти 35 долларов. Даже во время этой крайней просадки рынка он не сильно сдал свои позиции, о чем я уже говорил в каком-то из своих видео. У него очень бычьи новости и большие обновления впереди. Например, PancakeSwap 2.0, а также сжигание токенов при проведении любых транзакций с кейком. Это означает, что с увеличением активности на PancakeSwap токенов сжигаться будет все больше. Кстати, насчет активности. 12 апреля 2021 года PancakeSwap генерировал больше объемов торговли, чем KuCoin и FTX вместе взятые. Если что, это централизованные криптобиржи. Отсюда мы делаем вывод, что DEX-ы такие начинают обгонять централизованные биржи. Пока что большую часть кейков я просто держу, но и немного экспериментирую со стейкингом. Благо, возможностей для этого предостаточно. Однако, не забывай, что PancakeSwap сейчас находится на историческом пике, что делает его более рискованным активом. Лично я сейчас больше не покупаю кейки, просто держу то, что у меня есть. Если сравнить рыночные капитализации PancakeSwap, у PancakeSwap это 5 миллиардов долларов, у Uniswap это почти 19 миллиардов долларов, что почти в 4 раза больше. Неудивительно, экосистемы эфириума намного больше, чем Binance Smart Chain, но BSC тоже развивается быстро, а PancakeSwap на Binance это один из самых крупных свапов. Статья от нашего друга Рейкиша Упадхая под названием «Топ-5 криптовалют, за которыми нужно следить на этой неделе» Биткоин, Эфириум, Бинанскоин, Манера и Кейк. Интересный выбор от Рейкиша. Я не совсем согласен с Биткоином и Манера, но вот Эфир, Биэнби и Кейк это то, на что и я буду смотреть. Думаю, когда рынок будет восстанавливаться, все эти три монеты покажут себя хорошо. Биткоин же теряет свое доминирование на рынке, в то время как внимание инвесторов перенимают альткоины. Об этом я уже говорил в предыдущих видео. Исторически считается, что сокращение рыночной доли биткоина менее чем до половины совокупной капитализации криптовалют знаменует начало сезона альткоинов. Большое событие приближается не только у Юнисвапа и Панкейка, но и у Кардана. Называется оно специальный выпуск Кардана Африка и будет происходить 29 апреля. Я буду следить за этим событием, так как на нем обещают выкатить какое-то крупное объявление насчет Кардана. Разработчики Кардана активно работают в Африке для массового принятия Кардана и разработки новых способов применения токена Ада. Поэтому возможно объявление будет связано с ними, а также с интеграцией Кардана в децентрализованные финансы и смарт-контракты. Перед событием цена Кардана уже немного растет и может продолжить расти в ожидании большого объявления. Конечно я не особо надеюсь на что-то сверхъестественное, однако я держу Кардана уже с 70 центов и пока что намерен держать еще. Потому что летом для Кардана выйдет основная сеть со смарт-контрактами и вот тогда для Кардана дела действительно пойдут. Это также даст возможность для Карданы запустить собственный свап, похожий на Uniswap Эфира или Pancake Swap Binance Smart Chain. После запуска этого свапа скорее всего мы увидим шок предложения Ада, точно так же как и в случае с BNB и Эфиром. Ну и наконец, самое сладкое напоследок, я хочу поговорить о Ripple XRP, Эфириуме и Гэри Гэнслере, так как ситуация вырисовывается интереснейшая. Майк Новоградс, директор Galaxy Digital, опубликовал у себя в Твиттере следующий твит. Меня не сильно интересует его содержимое, но заинтересовало то, что я нашел в комментариях под ним. А нашел я отрывок видео с Гэри Гэнслером, напомню, новым главой комиссии по ценным бумагам и биржам США. Гэри Гэнслер сказал, что считает Эфириум ценной бумагой. Он говорит, что комиссия SEC сегодня говорит о том, что поскольку Эфир уже достаточно децентрализован, они не будут его рассматривать как ценную бумагу. Грубо говоря, он сказал именно это, что Эфириум, который ты покупал или продавал когда-либо, был ценной бумагой. XRP сегодня тоже достаточно децентрализован, в отличие от того же XRP 8 лет назад. Так почему же SEC атаковала Ripple? Токен может эволюционировать. И Эфир, и XRP могли продаваться как ценные бумаги. Но теперь протоколы и полезность говорит сама за себя. Кстати говоря, на своих лекциях в MIT Гэри Гэнслер показал, что он это прекрасно понимает. Выходит, что вся эта ситуация с XRP уже была в 2014 и 2018 годах. То, что происходит сегодня, всего лишь двойные стандарты и чей-то интерес, личный или коммерческий. Об этом мы, кстати, уже не раз говорили, мы знаем, чей это интерес. Эфириум Альянса. Большинство ICO это ценные бумаги, потому что ты зависишь от кого-то, чтобы получить прибыль. Эфириум тоже подпадает под этот тест. И когда я говорю так, я имею в виду, что он это ценная бумага. В 2018 году SEC сказала, что эфир децентрализован достаточно, чтобы не быть ценной бумагой. Да, знаем мы, как они сказали, когда Эфириум Альянс практически купил их. Эфириум провел пресейл на ICO, 72 миллиона эфиров. Виталик Бутерин и другие сооснователи взяли 8-9% себе. Еще 9% они вложили в Эфириум Фаундейшн. А все остальное продали публично за 18 миллионов долларов. На самом деле, ICO эфира было первичным предложением ценных бумаг. Я публично говорю, что я так думаю. Но затем, в 2018 году, комиссия сказала, несмотря на то, чем мог бы быть эфир тогда, сейчас он уже не ценная бумага, потому что децентрализован. Я также нашел протокол судебного заседания SEC и Ripple, и в нем очень интересный абзац, который связан со всей этой ситуацией. Вот он. Мистер Блис. Очевидно, один из адвокатов. Итак, я хочу пояснить, что это мое понимание ситуации. Сама SEC не занимала официальную позицию. Нет никаких официальных действий с ее стороны, чтобы официально написать «Биткоин – неценная бумага», «Эфир – неценная бумага». Была лишь речь какого-то высокопоставленного человека, который сказал, что для него «Биткоин – эфир» – неценные бумаги. Никаких писем, официальных документов, ничего от SEC по этому вопросу. Выходит, они только ссылаются на речь господина Хинмана, которая не является официальным заявлением самой комиссии по ценным бумагам и биржам США. Господин Хинман. Да-да, тот самый, которого купил «Эфириум Альянс». Судья, кстати, принял этот аргумент. Видимо, суд против Ripple XRP, который начала SEC, может вылиться в совершенно неожиданный сюжетный поворот. SEC сама себя раскроет, как коррумпированную и гнилую систему. И даже если Ripple проиграет, комиссия чистой из этой грязи уже не выйдет. Как по мне, это иронично. Когда хочешь кого-то утопить, готовься утонуть сам. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайся на канал, телеграмм, жми колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Делись видео с друзьями, комментируй обязательно. Богатей. До скорого. Мы обсудили биткоин, но есть еще и другие монеты на рынке. Например, Эфириум. Есть Ripple. Является ли Эфириум ценной бумагой? Я не буду комментировать конкретную криптовалюту и то, является ли она ценной бумагой или нет. Но вы дали отличный способ определить эту ценную бумагу. Даю ли я вам свои деньги, чтобы создать предприятие? Или же я зависим от ваших усилий и усилий ваших коллег? А теперь очень внимательно послушай следующие два отрывка. Первое Виталика Бутерина и второе Джея Клейтона. Это очень занимательно. А деньги, видимо, не пахнут. Особенно в таких кругах, как Сек. Итак, Виталик Бутерин, 2014 год. Мы собираемся начать предпродажу Эфира через несколько недель. Эта предпродажа будет шансом для каждого, кто хочет купить Эфир. А Эфир это внутренняя валюта экосистемы Эфириума. Что-то типа XRP в Ripple. Что-то типа XRP в Ripple, говорит. Будет ли это большим периодом, чтобы люди успели войти? Или это будет просто акция одного дня? Ну мы думаем сделать пресейл сроком от 45 до 60 дней. Что-то такое. А еще интересно, насчет чем раньше ты зайдешь. А, ну да. Чем раньше ты зайдешь, тем лучше будет цена. Что такое ценная бумага? Токен, цифровой актив. Когда я даю тебе свои деньги, а ты идешь и создаешь предприятие. Или компанию, которую ты хотел создать. А назад возвращаешь мне не мои деньги, а прибыль. Ну или ты можешь получить свою прибыль на второстепенном рынке, продавая свои токены кому-нибудь еще. Это и есть ценная бумага. И мы регулируем это. Мы регулируем предложение этой ценной бумаги и ее торговлю. Это наша работа, и мы делаем ее уже очень-очень долго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok